Спорят ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окружённый со всех сторон. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Против всех. 16 часов 6 минут в эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин. Здравствуйте, Валерий Фёдорович. Здравствуйте. Лёгкой жизни вам сегодня обещаю традиционно. Я очень рад. Давайте прям со сложных вопросов и начнем. Смотрите, Госдепа судил о задержании сотен протестующих в России, назвав теми раз оскорблением демократических ценностей. Это всё про вчера. Песков говорит, что есть информация о том, что кому-то там какие-то деньги обещали, чтобы подростки вышли. Вы с кем? С Госдепом или с Песковым сегодня? Да я сам с собой, со своими убеждениями и со своим подходом в этой части. Да, не надо нарушать Конституцию и законы. Это да. Но и не надо применять силу там, где её нет необходимости. Если человек гуляет по городу, не важно Москва, не важно Санкт-Петербург или Свердловск, значит, пусть гуляет, правоохранительная система для того и нужна, чтобы не было нарушения общественного порядка. Нарушения общественного порядка, не более того. И второе. Слушайте, ну когда прекратим запрещать проведение акций на улице, будь то пикеты, будь то шести, будь то митинги. Ведь Конституция гарантирует, на мой взгляд, гражданину Российской Федерации право на свободу воли и изъявления, свободу собираться, свободу говорить, свободу пикетировать, свободу шести проводить и митинги. Вот это, к сожалению, на мой взгляд, сегодня в России не выполняется, не выполняется Конституция. На моей практике в течение двух последних лет нам разрешили в трёх-пяти раз, в три-пять раз не более, значит, заявки на проведение акций, на уличных акций. А остальное было, как они говорят мне, Рашкину депутату Госдумы, несанкционировано. На Пушкинской площади присосовали население до такой степени, что они не знали, куда деться, когда вышли встреча с депутатом Госдумы по парковкам, которую вводят здесь Лексутов и Мерия, значит, на мой взгляд, незаконной. Валерий Федорович, ну да, лукавство, лукавство, Валерий Федорович, это не была встреча, это был митинг, и вас за этим просто подловили, вот и всё. Я вам гарантирую, что это была встреча с депутатом, и она в формате регламента, статуса депутата Госдумы и закона, абсолютно. Я вёл эту встречу, я давал возможности наказы мне давать, давал возможность высказаться под тем законом, который сегодня... Вот ваша встреча от митинга чем отличается? Митинг это другая форма, форма, где есть лозунги, где есть, значит, требования... А я видел эту встречу, там были требования и лозунги. Требования, нет, написанные, есть требования групп, которые заявку делают на выступление отдельное. Это разный формат, есть закон о митингах, а есть статус депутата о проведении встреч. Вот сегодня они, к сожалению, я ещё раз, к сожалению, внесли в Госдуму закон о том, чтобы приравнять встречу депутата Госдумы к митингу. Но это будет последняя капля, которая сворачивает все демократические институты в Российской Федерации. То есть это оскорбление демократии? Это не только оскорбление, это сворачивание. Оскорбление, ладно, утерлись, так сказать, и отошли. А это запрет на встречу депутата с населением и население с депутатом, который они выбрали его. По конституционной норме идет нарушение Конституции с точки зрения права на выступление, права на сбор. Пугающе звучит, Валерий Федорович, знаете почему? Да. Получается, что Валерий Рашкин-то с Госдепом. Я не знаю, откуда вы делаете выводы. Значит, пусть Госдеп будет, пусть, значит, они приходят и отстаивают Конституцию Российской Федерации. Неважно, как вы его назовете. Понимаете? Вы хотите, чтобы Госдеп пришел отстаивать Конституцию Российской Федерации? Все надо, всем надо, и вам, и мне, и президенту, и премьер-министру, всем надо отстаивать Конституцию. Она единственный документ. Значит, смотрите, позиция Коммунистической партии Российской Федерации, что Америка, значит, нам все время пытается что-то навредить, насолить. Здесь Госдеп говорит, то, что произошло вчера, это оскорбление демократических ценностей. Я вас переспросил, это оскорбление демократических ценностей? Говорит, да. Мало того, что оскорбление, это попрание. Подождите. Получается, так они хотят нам навредить или как? Кто они? Ну, Госдеп традиционно кто? Да я, давайте конкретный вопрос. Ну, конкретный вопрос, если они заступаются за вчерашний митинг, если они называют то, что произошло вчера, оскорблением демократических ценностей, значит, по логике КПРФ, они хотят нам навредить. Не все огульно, что высказывают за рубежом, значит, вред России. Я это не принимаю абсолютно. Мы с вами зачем ратифицированы международные договора? О праве личности, о свободе слова, о демократических институтах в форме выборов. У нас выборов нет, ну, одна фальсификация. У нас в Саратове, он 62,2 на 200 участках умудрились сделать так, якобы избиратели по счету во всех районах на 200 участках. 62,2 к Единая Россия и все остальные партии, все до сотой дали. Так вам же не нравилось, что мы там подписывали в 90-е. Так это как раз нарушает право на свободу выборов. Надо смотреть конкретно. Или право защиты детства. Мы что, против ратифицированных договоров о праве защитных детства? Нет, конечно. Мораторий на смертную казнь. Право свободы слова, которое мы ратифицировали со всеми странами, с которыми мы ратифицировали. Разве это плохо? Разве это не нормальная, так сказать, норма? Там список длинный. Там список длинный, там и мораторий на смертную казнь, Валерий Федорович. А мораторий... С чем-то я, допустим, лично не согласен. Вы или принимаете, или не принимаете ценности европейские? Не бывает. Вот здесь я принимаю, а здесь не принимаю. Не бывает черного и холодного. Не бывает черного и белого. Бывает черного и холодного. Да, не бывает, так сказать, горячего и холодного. Бывает и среднее что-то. Поэтому какие-то нормы я, как коммунист, я, как депутат, воспринимаю. А какие-то нормы не воспринимаю. Например, я считаю, что Россия не созрела еще до отмены смертной казни. Это мое мнение. Я инициировал это в законе о борьбе коррупции, где за гигантские разворовывания бюджетных средств, где за растление малолетства, где за оболванивание молодого поколения, педофилию и все остальное, я считаю, что надо нам вернуть смертную казнь в Российской Федерации. Но законодательство таковое, мы подписали, ратифицировали это на сегодняшний день. Механизм есть, но он не запускается, потому что, чтобы отодвинуть это и сделать какой-то период. Понимаешь? Потому что, да, это одна из мер. Почему вас не было вчера тогда в колоннах? Вчера? Ну, лично я был в командировке. А так вы пошли? Я приехал только вечером. Я всегда гуляю по Москве. Всегда гуляю по Москве. Не-не-не-не. Одно дело гулять, а другое дело выйти на конкретный участок Тверской улицы, где вчера проводились гуляния под определенными политическими лозунгами. Вы там или как? Меня спрашивают. Вы с ними или против них, Олег Александрович? Я за то, чтобы расследовали опубликованное якобы коррупционное составляющее премьер-министра Медведева. Я специально сделал депутатский запрос. Кстати, единственный из 450 написал генеральному прокурору, следственному комитету, чтобы они официально расследовали и дали мне как депутату ответ. Есть состав преступления или нет? Врет тот, кто это опубликовал или нет? Пусть кто-то из них двоих ответит. Либо за вранье, либо за состав преступления, который там указан. Единственный. Мы фракции выставили, так сказать, протокольное поручение, соответственно, со статусом депутата Госдумы. От фракции официально обратились к комитету по борьбе с коррупцией в Государственной Думе о том, чтобы комитет сделал соответствующийся забору Следственному комитету и Генеральную прокуратуру. Мы инициировали, мы фракции только компартия, парламентское расследование, как инициировали по господину Сердюкову, четырежды парламентское расследование по коррупции, которое было в бытности, когда он стал Медведевым. И сейчас это инициировали. Мы не подыгрываем, мы за народ, мы за Конституцию, мы за то, чтобы не воровали в России. А если кто наворовал, то кто должен ответить? Как зовут политика, который вчера призывал прийти как раз на Тверскую? Ну, если говорить о Москве. Что-что? Как зовут политика, который вчера призывал прийти на Тверскую? По инициативе Навального. Ну. Да. А он ваш? Он Навальный, он гражданин Российской Федерации, он немой. Но политически он вам как конкурент, политически он вам союзник. Слушайте, идем с вами по улице, по Москве, по Тверской. Да, идем. Насилуют женщину. Насильник, гад, паразит. Значит, приступ. Я тоже люблю яркие образы. Да, давайте. И вдруг идет человек, который вам не нравится, политически не нравится, якобы он какой-то другой ориентации, и приглашает милицию, вызывает скорую помощь, вызывает полицию, чтобы насилие прекратить. Вы что, не будете помогать это насилие остановить? Остановить. Мой гражданский долг это насилие остановить, безусловно. Абсолютно. И вот я сторонник того, чтобы все, кто может, всеми средствами, всеми способами на своих местах боролся с коррупцией. Я считаю, вообще это раковая болезнь нашей страны. И, значит, власть сегодня, которая сидит якобы спокойно на креслах, она рухнет, на мой взгляд, по причине того, что борьбы с коррупцией нет. Мы внесли, вот за этот период только, мы внесли, значит, 20-ю статью Конвенции ООН. Ратифицировать. Единая Россия не ратифицирует. Мы внесли конфискацию имущества у воров и жуликов, всех коррупционеров. Единая Россия голосует против. Мы ввели ответственность силовиков за те преступления, которые они крышуют. Значит, вопросов нет. Мы внесли, так сказать, запрет на работу тех, кто попал под коррупцию. Тогда, Валерий Курасович, у вас перехватили повестку. Его нет, не перехватили. Ваши конкуренты перехватили повестку у вас, Валерий Курасович. Я сторонник того, чтобы каждый на своем месте выполнял эту задачу. Прокурор расследовал, следствие, вели следственные свои действия. Суд выносил решения, не такие, как по Сердюкову. Он бегает и сейчас опять чиновником работает. А чтобы он сидел, этот господин Сердюков, и чтобы пример был для других. Чтобы также осудили Сахалинского губернатора. Коми целые 20 человек ОПГ сидят там. Где, так сказать, Улюкаев, почему нет следствия, почему нет гласности при расследовании. Значит, каждый на своем месте. Мы сейчас сделали заявку. Мы, Компартия, на 8 апреля на Пушкинской площади в 11 часов митинг официально заявили. Который будет также направлен на то, чтобы борьба с коррупцией была в России, а не флешмоб. Чтобы социальные права были гарантированы. Чтобы цены не росли. Чтобы коммуналка не росла. Чтобы Платон отменили. Ведь мы по Платону... По Платону еще отдельно поговорим. То есть, вот, пожалуйста, следующая акция уличная 8 апреля в 11 часов на площади революции. Всех приглашаю. Все приходите. Там будем также поднимать вопрос отставки правительства. И поднимать вопрос отсутствия борьбы с коррупцией. И те, якобы, преступления, которые были опубликованы в средствах массовой информации, касающие премьер-министра. Приходите. Вы с Валерием Федоровичем. Если да, то 134, 21, 35. А если нет, тогда 134, 21, 36. Сегодня в программе «Против всех» Валерий Рашкин, депутат Госдумы, член КПРФ. И вы с ним. 134, 21, 35. Вы скорее против Валерия Федоровича. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Нужны те люди, которые будут выступать против Валерия Федоровича в нашем эфире. Телефон прямого эфира 7373-948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Пенсионер Михаил меня зовут. Вот если Рашкин согласен, что девушку пляшет тот, кто ее оплачивает, то я хочу спросить. Они вот все, кто сделали, мы это сделали. Они борются за голоса избирателей, чтобы Кремль им до каждого из нас рубль 50 платил. Вот вся их борьба. Вот сейчас народ вышел, где они со своими партиями, чтобы поддержать народ на улице, дальнобойщиков. Единственная сила, которая может что-то сделать, это дальнобойщики. Спасибо. Принимайтесь. Пожалуйста. Значит, во-первых, мы боремся и парламентским, и непарламентскими формами борьбы. У нас и на муниципалитетах на выборы мы идем, и в ЗАГС собраниях в субъектах, и на президентских идем на выборы, идем и в Госдуму на выборах, и на губернаторов идем на выборы. И предлагаем свою программу резко, жестко, открыто, откровенно говорим. Будет наш кадр, и как вот Левченко Сергей в Иркутске, или Локоть в Новосибирске. Да. Который повышает тарифы. Повышал тарифы. На 20 процентов. Губернатор Новосибирской области. Официально. А Локоть не при чем? Подпись стоит. Губернатор Новосибирской области. А повышают в Новосибирске. Мэр свою подпись поставил? Поставил мэр? Локоть. Нет, никто не ставит подписи. Я вам говорю, как законодатель, и ответственно. Когда президент подписывает указ, вся вертикаль берет под исполнение. Когда премьер-министр подписывает распоряжение... В других регионах повышают на 4 процента, а в Новосибирске на 20. А в Новосибирске, вот еще раз говорю, правительство подписало, все губернаторы, мэры подчиняются. Почему в Новосибирске, где мэр, коммунист, повышают больше, чем в других регионах Российской Федерации? Ну, вы поймите, я вам говорю, есть вертикаль власти, которая подчинена Конституции. Либо будет, так сказать, выражено вотом недоверие, по недоверию президента уже несколько губернаторов. Путин заставил повысить тарифы. Тарифная политика, нет, это не Путина, это политика Медведева. Это политика правительства, которая устанавливает границы, а в этих границах губернаторы субъектов, не мэры, не главы районов, никто. А у нас есть и главы района коммунисты, у нас есть и мэры коммунисты, и не только Локоть. Но они вынуждены в рамках подписанной губернатора тарифы, они вводятся автоматически без мэра Локтя. Без мэра Локтя. А я не видел, чтобы Локоть протестовал. Почему? Пожалуйста, есть решение партийной организации, он первый секретарь Новосибирского обкома. Вообще тихо. Прочитайте, возьмите заявление Новосибирского областного комитета, прочитайте, возьмите позицию, его программу, он остается первым секретарем Новосибирского обкома. Я мэр, товарищи, но сделать ничего не могу. Позиция КПРФ в том числе и в Государственной Думе. В конкретном случае я, в конкретном случае. А то, что он делает, он делает сегодня более тысячи квадратных метров, значит, ввел жилья. Так Собянин больше, а Собянин не коммунист. Кстати, Собянин на количество проживающих меньше Локоть за два года вывел Новосибирск на первое место в России среди городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. На первое место. И тарифов повысил больше, чем в других регионах Российской Федерации. Еще раз точку ставлю. Тариф повышает губернатор, субъект Федерации. Как удобно. В Госдуме не мы принимаем законы. Нет, подождите. А у нас суд в Новосибирске выносит решение незаконное. Это не мэр выносит решение суда. Если есть распоряжение губернатора, нормы, которые в его праве, губернатора, то давайте смотреть, что делает Локоть в его норме. В его благоустройстве, строительство, ввод жилья, вопросы, связанные с работой Академии наук, благоустройство. Вот давайте вопросы. Там есть подписи мэра Локтя. И там все в плюсе. Там все прибавлено. А что касается коммунальных услуг, то мэр. А то, что касается Платона, вот то, что касается, задали вопрос, касается Платона. Про Платон тоже, да. Да. Ну, во-первых, мы инициировали единственную партию, которая инициировала вопрос в Конституционный суд о незаконности, о неконституционности введения системы Платона. Раз. Конституционный суд, к сожалению, половинчество решений дал, и мы не смогли это законодательно отклонить. Второе. Я автор закона о запрете введения Платона в Российской Федерации. Единая Россия его прокатила и ввела. Мы авторы фракции в том числе. Третье. Мы организовали, значит, приняли здесь представителей профсоюза, значит, дальнобойщиков и собственников. Мы им организовали площадку для митинга на улице. Нам не разрешили. Мы ее сделали в форме встречи с депутатами и проводили. Так вы организовали или как? Организовали. Нет, тут же, организовали, а ее запретили. Тогда вы не смогли организовать площадку. Мы ее организовали площадку. Нет, секундочку. И люди приехали, а так как не разрешен был митинг, мы провели в форме встречи с депутатами. И она прошла. Все требования были, значит, озвучены, отправлены президенту, отправлены премьер-министру, отправлены, так сказать, в города. Эти требования озвучены на площадке Государственной Думы. Сейчас мы поддержали и организационно, мы поддержали и, значит, связанные с консультациями, вопросы, связанные с введением в форме забастовки, введение вот этой акции протеста. Мы поддержали и у правительства Российской Федерации участвовали в выработке требований. И правительство в очередной раз, в прошлый раз, правительство, учитывая нашу помощь дальнобойщикам, они снизили тариф в три раза. Сейчас они опять вновь, министр Соколов объявил, что будет повышать. Мы сказали категорически нет. Мы сказали, будем поддерживать, инициировать эти вопросы, связанные с Платоном. И вновь, буквально два дня назад, на встречу у Медведева, он сказал, все, не повышаем, оставляем на том же уровне. Я считаю, что улица, законодатели, мы, Компартия Российской Федерации, наши инициативы как раз воздействовали, и мы уже вот два года сдерживаем повышение тарифов на грузоперевозку. А это значит, сдерживаем рост цен, минимум, как на... Хорошо же вы сдерживаете, Платон ввели, ввели, повысили, повышали. Мы против этой системы Платон. Это четвертый налог, который берется с дорожником, он абсолютно незаконен, это наша позиция. Вы с Валерием Рашкиным, депутатом Госдумы, членом КПРФ, да, 134, 21, 35. Вы скорее против, Валерий Федорович, тогда вы голосуете 134, 21, 36, и префикс один и тот же, и в том и другом случае, 8, 4, 9, 5. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Вот очень сейчас удобно критиковать Медведева, да, достаточно безопасно. Скажите, Валерий, а вы считаете, что президент несет ответственность за своих подчиненных и в целом по стране? Спасибо. Почему критиковать, я считаю, небезопасно любое должностное лицо соответствия Конституции, и президента, и премьер-министра, и губернатора, и главу, и депутатов в том числе, и это надо. Если мы потеряем это право, тогда, значит, грош цена нашей Конституции и нашему воспитанию. Поэтому я считаю, что президент отвечает за все назначения, которые он принимает решения как президент. Отвечает за Медведева, потому что это премьер-министра, и он внос в Госдуму его. Я и наша фракция голосовала против того, чтобы Медведев стал премьер-министром. Отвечаю, наша фракция голосовала против. Мы голосовали против Сердюкова, когда назначали его на должность министра обороны. И за Вороненкова. И говорю вам, откровенно говорю вам, единственная фракция, которая голосовала против, потому что это был не профессионал, это человек, который занялся мебелью. Я из оборонки, я из оборонного комплекса, я знаю, что такое ракеты, тополь, тополь-м, я знаю, что такое, так сказать, система ПВО. Я это своими руками, со своими рабочими инженерами все это изготавливал, когда работал на заводе. Поэтому мы не просто критикуем, мы официально, открыто, гласно, не боясь, и в Государственной Думе голосуем против тех кадров, которые, мы считаем, они не справятся с занимаемой должностью. Вы со своими кадрами разобраться не можете. Мы четко и однозначно голосуем против и говорим, негодны, не назначайте. По Сардюкову получили фи огромные, разворовал огромное количество средств бюджетных и никак не ответил. Четырежды хотели, так сказать, провести парламентское расследование, но учитывая, что большинство в Государственной Думе и Единой России, они так и не дали возможность провести расследование парламентское. Как и сейчас, я могу предполагать, не пойдут на то, чтобы сделать парламентское расследование на уровне Российской Федерации, государственно-ответственного органа. Пойти на парламентское расследование, опубликованное по Медведеву состава. Кто понес ответственность в КПРФ за принятие в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, господин Вороненко? Ну, во-первых, в рядах Коммунистической партии Российской Федерации Денис Вороненков никогда не был, я вам говорю, официально. Во фракции он был, значит, был депутатом. На период депутатства, вот у меня, я его коллега, я его товарищ. Я честно говорю, когда он занимался законотворчеством, когда он как юрист делал поправки, когда он выступал от фракции на пленарном заседании на 10 минутках, когда он голосовал за Крым, и абсолютно его никто не принуждал, это я ответственно говорю, и в глаза всем, абсолютно. Он очень был дисциплинирован. Вопросов по работе в Государственной Думе с нашей программы, с нашей точки зрения у меня никаких нет. Нету. И зачем здесь лукавить? Он полностью соответствовал, значит, позиции нашей программы и проводил законы в Государственной Думе. Его жизнь до вступления депутатом в Госдуму, когда он не был избран, и после, это уже его личная жизнь, за которую он и должен нести ответственность. Именно он должен нести ответственность. Валерий Рашкин с нами. Первое голосование. Останавливаю, подвожу итог. 89% наших слушателей за вас, Валерий Федорович. 89%. 11% против. Так проголосовала наша аудитория. Это еще не конец. Сейчас новости. После них продолжим. В эфире программа «Против всех» на часах. 16 часов 35 минут. Микрофон у Владимир Карпов, а с нами депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин. Еще одна тема, которую мы планировали сегодня обсудить, это подростки на митингах. Подростки в политической жизни. Поддерживаете? Нет? Вы имеете в виду привлечение подростков для политической деятельности? Да. Для несовершеннолетних? Нет, я не поддерживаю. Почему? А как же комсомол, как же пионерик? В этой части нет. Вы же имеете в виду политическая деятельность, прием в партию, незаконный прием в партию. Ну, я так понял. Необязательно. А не то, что, значит, работа в молодежных, в среде молодежной организации. Это разные вещи. У нас есть пионерские организации, у нас есть скауты, у нас есть общественные организации молодежные. Это нормально, я их поддерживаю. И надо развивать, чтобы люди не бегали по поворотням, не садились на наркоту, не занимались пьянством и насилием и всего остального. Они должны заниматься творчеством, они должны заниматься дискуссией, они должны заниматься историей, они должны знать и нашу советскую историю, и царскую историю, и современную. Они должны разбираться в этом на основании законов, на основании... Да, это должно быть интересно, они должны скучать и спать на них. Но для этого и нужны молодежные организации. Это разные вещи. Мы говорим о политической составляющей, что прописано в Конституции. Нельзя принимать в партию, нельзя их выводить на акции, которые могут совершиться, там незаконные действия, они могут пострадать. Любая массовка это такое делает. На акции, протесты. Если мы говорим, допустим, на озере. Секундочку, 8 апреля у вас, да? 8 апреля. На площади революции в 11 часов будет мероприятие, да. Товарищи пионеры и комсомольцы. Ни в коем случае не приходите. И совершеннолетние, комсомольцы могут быть и совершеннолетние. Могут быть, правда. Ни в коем случае не приходите на нашу акцию. На акцию, связанную с массовым, мы не приглашаем. И говорим, не надо. Вы там что-то затеваете тогда? Вы там затеваете что-то? Там будет акция. Акция массовая, в том числе акция протеста. Значит, где будут разбираться серьезные вопросы, они не подготовлены к этому. Могут быть провокации. Ребенок, он очень подвержен. Он еще несознательный. Там в голове у него может быть просто на эффекте. Кто крикнул там ура, кто-то крикнул другое. Давай за мной. Он может броситься и на полицейского. Он может спровоцировать какую-то, так сказать, остановку автобуса или машины. Вот этого не надо. Человек должен отвечать за содеянное. А ответственность у нас, соответственно, с уголовным кодексом и другими нормативными акциями происходит, когда человек совершеннолетен. Вот я здесь разделяю, еще раз подчеркиваю, я разделяю. А, значит, мероприятия связаны с молодежными организациями, с молодежными форумами. То же самое, возьмите, значит, раньше была Зарница. Ну, тоже вроде бы с опасностями. Там и лес, там и были окопы, там было, и, так сказать... Погоны срывали. Все было. Там инициировали, значит, наступление. Одна армия на другую, один батальон на другой, на третий. Но это молодежные, детские организации, где участвовали в том числе дети. Там, да, я за эти, за такие организации. Но связаны, как бы, с суровыми, мужскими, взрослыми акциями, суровыми, которые могут привести, искалечить, получить увечья, искалечить. А кто будет отвечать? Значит, этого делать нельзя. Вот поэтому я разделяю две эти вещи. Хорошо. Но тогда, знаете, какой вопрос возникает? Что, получается, власть как-то отстранилась от политизации подрастающего поколения. Подрастающее поколение решило политизироваться само. Поэтому, наверное, самый правильный ход, это воссоздать, например, в таком, опять, в серьезном масштабе движения наши, для того, чтобы собирать их на многотысячные акции. Безусловно, молодежные и детские, если хотите. Полагаете, что этим нужно заняться? Да, я здесь с вами соглашусь, что молодежные организации нужны. Политические. Политические, соответствующие программы, они не политические, они молодежные, распознавательные. Комсомольцы, это кто? Комсомол, комсомол. Они деполитизированы? Политическая организация? Это не политическая, это молодежная организация. Комсомол, молодежная организация. Без идеологии? Без идеологии. Совершенно верно, без идеологии. Они могут поддерживать, они могут обсуждать программы, они могут свои, ну, как бы, предпочтения выражать. А как же дело Ленина верны? Нет, нет этого не в нашей программе Компартии, нет и в программе Комсомола идеологизации. Нет, это молодежная организация, так же, как и пионерская организация, которую мы приветствуем. Мы на площади революции единственная, где разрешают на площади революции повязывать красные галстуки, но туда приходят пионервожатые, родители, учителя, директора школ приезжают с ребятишками для того, чтобы они организовались в пионерскую организацию. А дальше они программу свою и свои мероприятия сами планируют, но в рамках этой детской молодежной организации. А Коммунистическая партия Российской Федерации это тоже не политическая общественная организация Клуб по интересам? Коммунистическая партия по-юридически, юридически уже сейчас оформилась как политическая партия. Сейчас политическая партия. Не просто клуб по интересам. Комсомол клуб по интересам. Никогда не был. Политическая партия — это коммунистическая партия. Коммунистическая партия — это все-таки партия, слава богу. Это политическая партия КПРФ, она по уставу, Минюс его зарегистрировал. До 98-го года это была общественная организация по закону, а сейчас она политическая партия. Если подростки сами тянутся к политике, выходят на какие-то политические акции, значит, у них существует определенный запрос. Если этот запрос существует, значит, его нужно удовлетворять. Соответственно, да, вы выступаете за то, чтобы для подростков организовывали какие-то политические молодежные движения. Для того, чтобы воссоздали движения наши в полном масштабе. Для того, чтобы все партии, как могли, в том числе и ваши конкуренты из «Единой России», обрабатывали подрастающее поколение. Значит, организовывать надо. Должен быть не только досуг, но и дискуссии. Должны у них быть свои мероприятия. То есть да. Свои мероприятия. Но там, где есть акции протеста, там, где есть столкновение силовиков, полиции, ОМОНа с гражданами, которые выходят на протест, допустим, отставка правительства. Допустим, там жесткое отношение к программе, в которой идет кандидат. Я считаю, что там не место несовершеннолетним. Есть другие площадки. Вот там надо им давать свободу. Свободу и помогать. Помогать им в том числе и материально. Выделять эти площадки, выделять место. Но охранять их и защищать, в том числе и силовиками. Потому что это дети. Это мое мнение. Я знаю, что за ребенка, если он получит увечья, значит, отвечать будет очень сурово любой организатор. Ну а родители всю жизнь будут проклинать того, кто пригласил этих детей на акции протеста, мужские и суровые. Не получится ли так, что это превратится в такое промывание мозгов? Каждая политическая партия будет двигать свою идеологию и в еще не сформировавшиеся умы будет закладывать свою линию партии. Ничего не получится. Они разберутся. Если это спокойная дискуссия, это этот спор. Если они между собой еще будут обмениваться мнениями, писать. Если будут обмениваться в соцсетях. Будут видеть разных политических лидеров, которые они выслушивают разную позицию по одному этажному вопросу. Допустим, по конституции, по социальным проблемам. По молодежной политике в Российской Федерации. По устройству на работу. О том, как получить квартиру молодой семье. Вот эти вопросы, если они вас усвоят, то дожив до совершеннолетия, они уже будут активно участвовать и на улицах, и на выборах при голосовании. Ваш интерес в том, чтобы они заступались потом уже за КПРФ, вступали в ряды коммунистической партии. Вы же к этому должны их подготовить. Соответственно, чуть-чуть промыть мозг. На конкретных примерах, законах нашей позиции, программы, наших родителей их, как они жили, что было в советское время, что стало сейчас, что такое хорошо, что такое плохо. Почему надо изменить и как можно изменить. Это нормально. Это идет процесс воспитания молодого поколения. Процесс перехода его из юности во взрослую жизнь. Да. Даешь политику молодежи. Чем больше, тем лучше. Чтобы она не шаталась по подвороте. Значит, их надо занимать, им давать надо возможность в том числе обсуждать в своей среде, в своей среде с возможными присутствиями взрослых, а может и нет, но давать возможность им дискуссировать, спорить и приходить к каким-то выводам. Валерий Рашкин с нами. Сейчас я запускаю наше второе голосование. Вы за Валерия Рашкина. 134-21-35. Вы против Валерия Рашкина. Вот в этом конкретно вопросе про подростков и политику. Если против, тогда 134-21-36. За Валерия Рашкина. 134-21-35. Против. 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, очень удобную позицию сейчас занимает КПРФ и господин Рашкин. Если какие-то инициативы, которые депутаты КПРФ пытаются продвинуть в Думе, не соответствуют интересам Единой России, то всегда можно сказать, что Единая Россия в большинстве и ничего сделать не дает. И я считаю, что вам, господин Рашкин, очень повезло, что в нашей стране большинство избирателей очень далеки от того, чем вы занимаетесь в Думе, и что они реальной картины не видят, по сути. Неужели вам так сложно потратить несколько миллионов бюджета КПРФ, который вы после каждых выборов получаете, на то, чтобы улучшить имидж КПРФ в молодежной среде? Потому что молодежь, согласитесь, она очень далека от комсомолов в большинстве своем. Спасибо. Ну и все деньги, которые получаем, в том числе по голосам за КПРФ, которые по закону мы получаем, все 100% средств, как раз и тратим на то, чтобы пояснить, разъяснить. Наша газета «Правда», наша газета «Правда Москвы», наши газеты в субъектах федерации, наши выступления на площадках, наше нахождение на дискуссионных площадках, в школах, в трудовых коллективах, там, где мы раздаем листовки. Значит, все эти средства до копейки. И здесь я говорю вам ответственно, что до копейки уходят на вопросы, связанные с помощью. Как пояснить, разъяснить, что все зависит от голосования. Это пропаганду называете? Пропаганду называете, а для этого деньги и даются, бюджетные. И каждую копейку мы отчитываемся в Центральной избирательной комиссии и в Министерстве юстиции Российской Федерации. Каждую копейку, ни копейка не уходит ни налево, как у Сердюкова, ни направо, как, возможно, у премьер-министра. Вот здесь четко и однозначно нас рассматривают под увеличительное стекло. И все эти средства используются в соответствии с законным. Либо нас просто прикроют сразу, мгновенно прикроют, как юридическое лицо партии. Макс сразу интересуется, какие газеты, вы в каком веке живете? Вас вообще не видно в интернете, пишет Макс. Это про Коммунистическую партию Российской Федерации. Вы уже отстали от жизни, Валерий Федорович. Есть газеты, есть журналы, есть телевидение, есть листовки. Социальные сети. А есть и социальные сети. Есть социальные сети, в которых также есть группы. Группы коммунистов, группы сталинистов, группы ленинцев, группа, так сказать, по интересам, молодежная группа. Мы за социализм. И все эти соцсети работают. Другой вопрос. Где их больше? Где читают их лучше? Где дискуссия идет матом-полуматом, а где спокойно эта дискуссия есть? Мы присутствуем и в соцсетях. Возьмите статистику. Более 30% в соцсетях поддерживают программу Компартии. Она же не просто так родилась там. Это поддержка. 356-й тут же спрашивает. Так необходимы хунвейбины? У нас взрослые, сейчас некоторые слова вынуждены заменять, выясняют отношения бурно в политике. А вы искренне уверены, что у подростков все будет чинно и благородно? Не будет чинно и благородно. Будут споры, будут дискуссии. Но это жизнь. У нас на земле нет такого, что все в шоколаде. Понимаете? Если нет борьбы с коррупцией, если мы говорим, что пчелы не будут бороться против меда, а я имею в виду чиновников против коррупции, значит, это надо разъяснять, надо показывать. Потому что до этих детишек не доходят компьютеры. До этих детишек нет помощи социальной бедной семье. Нет одиночкам матерям помощи. На эти средства не закупаются больным здравоохранение и все остальное. А это и есть, это и есть разъяснение, это и есть диалог с подростками, это и есть диалог с ребятами и девчонками. Если я раньше занимаюсь в школе, занимался бесплатно, еще раз подчеркиваю, бесплатно, фотокружок, гимнастика, акробатика, лыжи. Если я занимался бесплатно бальными танцами, я занимался бесплатно скалолазанием, альпинизмом, до сих пор занимаюсь альпинизмом и хожу на Эльбрус уже 15 раз. Кстати, в этом году будет самое массовое восхождение с 1 по 15 августа на вершину Эльбрус. 50 лет было массовое восхождение, 2611 человек зашли. Там бы порядок убили уже наконец. Это, это, как раз и надо показывать молодым людям, а была же бесплатно, а сейчас все платное. Все абсолютно, что я сказал, сегодня платное. И как мальчишка скажет, где лучше жить было, вот он сам сделает выводы. Юра пишет, напоминает пионерское клятво. Я, Валерий Федорович Рашкин, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Клятва изменили сейчас? Она сегодня изменилась, клятва. Но там здесь нет... Имя Ленина? Имя Ленина? А что Ленин? Гражданин России, гражданин Советского Союза, великой державы. И мы что, на этого гиганта, гиганта, талантливого, на которого надо, так сказать, уважать его? Видите, вы говорите, где политизмена? Что, называть нельзя Ленина? Надо называть Ленина. А как учит коммунистическая партия? А у коммунистической партии есть своя программа, о которой мы говорим, что она принесет пользу. Это же не просто идеологизированная какая-то, а программа конкретная. Жилье, рабочее место, бесплатное, так сказать, образование, бесплатная медицина, отдых в пионерских лагерях, которых тоже запыли всю заплату сейчас. Вот она. Вот это и есть правда, суровая правда жизни сегодняшней. Мы говорим об этом, а не то, что, так сказать, какое-то там умопомрачительное какие-то там ликбезы. От жизни, от жизни. Даешь политику подросткам. Да. И вы солидарны с Валерием Рашкиным. 134-21-35. Нет, не надо. Это 134-21-36. Даешь политику подросткам. Да. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Еще один звонок. 7-3-7-3-9-4-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день, Леонид Москва. Да, Леонид. Скажите, пожалуйста, вот уважаемые гости, вам не кажется, что было бы честнее сказать, что вот мы коммунистическая партия, мы меньшинство, мы решений не принимаем, ни на что влиять не способны. Давайте мы тогда просто все свои деньги отдадим бедным, которые мы в Думе получаем, и пойдем по домам. В том смысле, что вы всю передачу говорите о том, что мы, конечно, очень хотим, но ничего не можем. Так зачем тогда этим заниматься? Спасибо, принимается. Валерий Федорович. Ну, во-первых, мне доверили москвичи, и я прошел в государственную, ну, для того, чтобы их мнение, которое они выразили в голосовании, отстаивать на этой площадке. И чтобы следующие выборы, москвичи, которые не проголосовали, проголосовали за единую Россию, они больше никогда не голосовали. Понимаешь? Это выборы, это конституционное право граждан голосовать и быть избранными. И это право реализуемое и реализуется. И если мне доверили, и я на этой площадке вношу законодательные инициативы, я выступаю, я где-то эмоционально, где-то нет выступаю, клемлю их позором, те, которые не принимают закон о государственной молодежной политике, которые повышают тарифы, которые повышают цены, которые внесли этот позорный закон о Платоне, введение, которые не борются с коррупцией. Я не просто выступаю, я вношу и говорю, вот конкретно я отрабатываю наказ моих избирателей. Они поддержали эту программу, они мне дали эту программу, они продолжают мне телеграммы, слать телефонами звонки, приходят на прием и говорят, вот это вынеси, вот это вынеси, иначе сосед у меня опять за Жиревского проголосует, либо за Миронову, либо за Единую Россию. Мы хотим, чтобы все соседи услышали мою позицию, нашу позицию избирателей, которые проголосовали за Рашкина, за Компартию Российской Федерации. И я эту работу выполняю. И это как раз та работа, которая по Конституции мне... Более того, встречи с избирателями, уличные мероприятия, трудовые коллективы, которые дают нам наказы и сейчас, не завтра, не через пять лет, а сейчас, чтобы мы изменили налоговый кодекс, чтобы малый и средний бизнес не кошмарили, чтобы снизили налоги, чтобы банкиры не получали из бюджета триллион. Не-не-не, Сидорыч, вы же за прогрессивную шкалу. Правильно, мы за прогрессивную шкалу налогообложения. Средний бизнес кошмарить будете? Да, нет, как раз не средний бизнес, и не малый бизнес, а олигархов. Это разные вещи. Я за то, чтобы его кошмарить, извините, олигархов. Да, у нас не должно быть олигархов. То есть все вот эти 200 человек нужно закошмарить? Не должно. У них должно быть прогрессивное шкалу налогообложения, и они до 80%, на мой взгляд, должны отдавать в бюджет, потому что они сидят все на природной ренте. Хорошо. На природных ресурсах. Олигархи у нас с какой суммы начинаются? Кто? Ну, мы прогрессивную шкалу налогообложения вводим, когда доходы более трех миллионов. В год? Да. Это олигархи уже. Это не олигархи, а прогрессивную шкалу налога уже. А она начинается с 13, дальше 15, дальше 17, 20, и доходит до 80 для олигархов. Те, которые получают в день по 3-4 миллиона. В день. В день. Вот в такие должны сидящие на природных ресурсах отдавать 80% дохода. Думаете, отдадут? Потому что это незаработанное. Незаработанное. Это ограбление народа называется. Отдай в бюджет, а из бюджета пойдет на детские сады, на школы, на здравоохранение, на бесплатное образование и все остальное. Вот они, социально гарантированные строчки путем перераспределения доходов олигархов через бюджет будет восстановлено социально справедливо. Успешный малый бизнес. Вот это я и делаю каждый день и буду делать. Три миллиона в год, ну точно зарабатывает. А вы говорите, с него налоги нужно снижать. Я говорю, начиная. Начиная. Есть бизнесмен, он успешен в своем деле. Он говорит, я зарабатываю больше трех миллионов рублей. Ну и что, нормально в бюджет все должны платить. Нет, вы только что забирали с него снимать налоги, а тут же повышаете. Это один подоходный налог. Нет, подождите, а есть еще другие налоги. У малого бизнеса до 70% от прибыли. Одной рукой вылез из кармана. Есть подоходный налог, а есть налог на прибыль. Есть другие налоги. И там 70% с малого бизнеса. Подоходный прогрессивный внесите, а все остальное давайте снимем. 84% за вас, Валерий Федорович. 16% против. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Валерий Рашкин. Спасибо, Валерий Федорович. Приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.